Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. В этом в трактовке тех событий мы наблюдаем некоторые разночтения. Если христианские ученые утверждают, что потоп носил всемирный характер, то в среде мусульманских богословов нет единого мнения. И тут возникает вопрос, так было ли бедствие глобальным или носило региональный характер? В Священном Коране не описан масштаб природного катаклизма. Этот факт и вызвал дискуссию среди ученых. А как вы думаете, потоп был глобальный или региональный? А я вам расскажу, как об этом говорят ученые. Сперва давайте узнаем мнение ученых, которые утверждают, что потоп был всемирным. А вы не забудьте написать свое мнение об этом, нам и зрителям канала будет полезно знать об этом. Во-первых, сторонники общеизвестной версии ссылаются на Священный Коран, который косвенно свидетельствует об этом. Первым аргументом служит 44-й аят Суры-Худ, в котором говорится смысловой перевод. «О земля, поглоти свою воду!» Сура-Худ. Аят 44-й. Ибн Кассир, толкователь Корана, разъясняя данный аят, приводит мнение Муджахида. По мнению Муджахида, это гора на Аль-Джазире, северная Месопотамия. В день потопа все горы стали возвышаться друг на другом, чтобы не потонуть. Лишь одна гора, Аль-Джуди, проявила скромность и принизилась пред Аллахом, за что и не была потоплена. Туда и был послан корабль Нуха, мир ему. Катада сказал, «Аллах оставил корабль Нуха на горе Аль-Джуди, как назидание и знаменье даже многие ранние поколения этой умы видели его, несмотря на то, что многие корабли после него погибли и превратились в прах». Ученые трактуют слово «земля» в широком смысле, утверждая, что речь здесь идет о всей планете. Если вся земля поглощала воду, то это означает, что потоп был во всем мире. Вторым доказательством служит тот факт, что пророк Нух, мир ему, взял на ковчег каждой твари по паре. В книге Аллаха об этом сказано. Смысловой перевод. «Погрузи на него ковчег от каждого вида по паре». Сура Худ. Аят сороковой. Ибн Кассир, толкователь Корана, разъясняя данный аят, пишет. «Тогда Аллах приказал Нуху, мир ему, выбрать по паре из каждой твари и живности, и даже растений, и погрузить на корабль. Также говорится, что первая птица, которую взяли на корабль, была попугаем, а последнее животное, взятое на корабль, было ослом. «И твою семью, кроме тех, о которых опередило слово, то есть свою семью, ближайших родственников, кроме тех, которых опередило предопределение, что они не уверуют. Из неверных оказался сын Нуха, мир ему, Ям, который попытался спастись в горах, а также жена Нуха, которая была неверующей в Аллаха и его посланника, и тех, кто уверовал, то есть из твоего народа. Но уверовали вместе с ним лишь немногие. Это указывает на очень малое количество тех, кто уверовал, несмотря на долгий срок пребывания Нуха среди них, девятьсот пятьдесят лет. По мнению Ибанабаса, их было всего восемьдесят человек, включая их жен. Отсюда алимы задаются вопросом, если потоп был локальным, то зачем нужно было на ковчег брать особи всех видов живых существ? Пророк Нух, мир ему по окончании потопа, мог просто их перевести с тех мест, которых не коснулось наводнения. Однако ему было велено сделать это, что также подтверждает мнение о глобальном характере потопа. В-третьих, сторонники общепринятой версии ссылаются на иудейские и христианские источники, которые тоже могут считаться доказательством. В Торе, как и в Библии, имеются явные свидетельства того, что наводнение распространилось по всему миру и погубило все человечество, за исключением семьи пророка Нуха, мир ему, находившийся в ковчеге. Схожие сказания присутствуют и в древних текстах вавилонян и шумеров. А теперь давайте узнаем мнение тех ученых, которые утверждают, что потоп был локальным, а не всемирным. Немало мусульманских ученых придерживаются мнения о том, что потоп распространялся лишь на территории проживания народа Нуха, мир ему. На их взгляд, в 44-м аяте Сур-Ихуд понятие «земля» используется в узком смысле, подтверждают эту позицию и тот факт, что Аллах намеревался наказать именно народ пророка Нуха, мир ему, а не все человечество. Для этого было достаточно и локального потопа. Кроме того, когда Кара постигала другие народы, то катаклизмы происходили исключительно в местах их проживания, а не по всей земле. Например, народ пророка Лута, Лота, мир ему, более известный благодаря названиям селений Содом и Гомора, был уничтожен под камнепадом. При этом другие населенные пункты не пострадали. Следовательно, потоп времен Нуха, мир ему, также мог иметь локальный характер. Плюс ко всему, Нух, мир ему, как и все другие пророки, за исключением Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, был послан к отдельному народу, а не ко всему человечеству. А значит, по мнению сторонников локального потопа, он нес ответственность только за свой народ. И на ковчег он брал людей и животных, обитающих лишь в той местности. Некоторые сомнения во всемирном потопе вызывает и факт деления людей на расы и нации. Как пророк Нух, мир ему, смог взять на ковчег представителей всех рас и народов? Могут ли современные монголоиды, негроиды, европеоиды, несмотря на все различия во внешности, быть потомками одного человека, ноя мир ему? Как известно, Нух, мир ему, был прямым потомком первого человека, пророка Адама, мир ему, в десятом колене. К моменту потопа, как утверждают мусульманские ученые, люди не делились на расы, которые возникли под влиянием климатических условий местности гораздо позже. Отсюда все современные люди могут считаться потомками Нуха, мир ему. Некоторые алимы выдвинули версию о том, что три расы произошли от трех его сыновей. Арабы, персы и европейцы потомки старшего сына Сима. Негроиды произошли от второго сына Хама, а тюркские народы и монголоиды от Иофета. Но если все люди потомки Нуха, мир ему, то это означает, что бедствие постигло все человечество, и в живых осталась лишь только семья пророка. С этого момента началась новая эпоха в истории мира, и все люди стали потомками не только Адама, но и Ноя. Мир им. Если вы хотите как-то поддержать нас и распространять религию Аллаха вместе с нами, то вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ислам ТВ и на инстаграм Ислам ТВ Сунна, а также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку спонсировать и сделать себе подарок Судному Дню. Сообщается, что посланник Аллаха Али-Иссаляту Ассалям сказал, «Защитите себя от датского огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдете этого, то с помощью доброго слова». Этот хадис передали Аль-Бухари Муслим Ахмад со слов Ади Ибн Хатима «Табуй довольным Аллах». Хадис достоверный. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату.